Ну вот итог, смотрите Минус, блядь, лабаж Кувалда с ломика соскочила и прилетела сюда Картон стоял Ну что картон сделает? Конечно, вот она пробила и прям в угол Стекло было у меня с трещины, одна там в область Прям подворник ушла сверху Вот Стекло не от этой модели трактора В 2001 году Они изменили размер кабины на 1 сантиметр То есть здесь высота 1980 стекла А 1009 что-то такое А должно быть 8 Короче, на сантиметр должно быть короче И на сантиметр уже И видите, как я вклеивал? Тут вообще микро были Ну вот это у меня была трещина Потому что кабина ходит и трескается И сверху тоже на солнце постояло и треснуло Потому что зазора вообще нету То есть стекло я туда, короче, вставлял Я думал, оно лопнет при вставлении Но нет, оно вот мне год отдержалось и лопнуло Эти форточки я врезал, видите? И вклеивал их по диагонали Потому что они не вставали Так как стекло длиннее И вот эти места стекла У стекла должны быть вот так вот идти Получилось Мне вот так пришлось сделать, видите? Вот я вклеил Зазор должен быть вот такой везде Видите? А здесь его вообще нету Да, стекло стоило 12 косарей Производство Китай Фирма Ксик Я такими стеклами занимаюсь для легковых машин В принципе Очень хорошее стекло Мне нравится Не то что КМК русская, дрянь полная Кривые, косые Геометрия херовая Ну вот Тут По вину мне привезли такое Хотя оно не должно быть такое Ну что я сделал? Лом вставлял сюда Да, и бил А как это получилось? Лом короткий был То есть удар был здесь И с края ломика соскочил кувалдометр И прилетел сюда Как я не зачехлял Ну я там от сколов думал Что если мало ли отколется От кувалды прилетит лобаш Ну вот От кувалды самой я не защищал Ну как ртом был так Просто формальность От мелких сколов От машинки отрезной Или еще чего-то Вывод какой Лом нужен был длинный И он должен был быть Вот здесь Понимаете? Чтобы ты когда стучишь Даже себе соскочит Эту дверь ты можешь открыть Ударишь по железу Да И стекло не разобьешь Ну это все Знаете, блядь Спешка То есть пошло Пошло веселее Давай быстрее Ну и блядь Вот Такое Начала в отверстие Была вот такая шайза Шприцовочная Какая-то мазута с грязью Она не давилась Но я ее вытащил И все Все стало Шприцеваться Качнул все Без проблем Значит Выбил я Второй палец Второй палец Трещина у меня была Вон такая Видите Вот она Сверху идет И вот До сюда Вот она была То есть вот Дождь пошел Зараза Так Ну Что здесь Поднял я манипулятором Стрелу Вот видите Сколько шланги дали Теперь смотрим здесь Видите Втулку Во первых Сдвинула с места Да Она вышла Вышла Да Сюда Но это не от ломика вышло Это От болта Вот там следы Я не знаю Почему Короче Видать На втулке были какие-то Ой На пальцах Это беда Беда какая-то жила Втулки хана Видите Вот Ее разбило Хорошо Что я заказал Новые втулки Сейчас я сваркой сделаю на ней пару проваров Дабы ее ослабить Натяжение И думаю Она легко выйдет Не вижу здесь ничего такого Ну в принципе Раньше я так всегда делал И Слушайте Всегда прокатывало Откуда я это узнал Раньше я перерезал Там ее что В ютубе было написано Что Катерпиллер Завода Так рекомендует Делать Вот какое-то кольцо Здесь беда Проставочное Видите Возможно это было Тосевого люфта Шайба Не знаю Но мне только новые все сделал Вот эти Ошметки Втулки Блядь Это сварка Ну вот Буду дальше Пытаться Что Потом собирать буду Показывать буду как Редактор субтитров